Продолжаем мы наш утренний эфир, и как и обещали, мы уже не сами в этой студии, к нам присоединился гость. Прошу встречать в моей студии Круглов Сергей Валерьевич, мастер, посвященный в традицию надхов, врач-йога-терапевт и автор многих тренингов и семинаров. И именно вы сегодня, надеюсь, расскажете, что такое йога-терапия. Доброе утро. Доброе утро. Йога-терапия – это... Если в двух словах, то это наличие посвящения в традиции йоги и клинический опыт работы в больнице – это наличие медицинского образования. Но в первую очередь это клинический опыт. То есть йога-терапия от обычных занятий йоги отличается тем, что человек, который приходит ко мне на занятия, он может еще и не знать всех техник. И я его провожу максимально безопасным путем, максимально безопасным каким-то маршрутом и при этом максимально эффективным. То есть знание каких-то техник позволяет избежать каких-то острых углов, каких-то сложностей. Есть другой путь – изучение техник самостоятельно, изучение с учителем, на это уходят годы. Посредством йога-терапии человек получает сразу, практически сразу эффект какой-то лечебный. Можно делать диагностику при помощи каких-то техник, при помощи асм делать диагностику. Но йога-терапия – это в первую очередь наличие клинического опыта. Кроме того, что вы занимаетесь йогой, вы еще и имеете очень, на самом деле, серьезное образование, очень важное академическое образование, что, наверное, и позволяет вам называться йога-терапевтом. Расскажите им много. Ну, это Нижегородский медицинский институт, потом я работал в больнице скорой помощи. Это очень интересное место для получения клинического опыта. В больнице скорой помощи везут всех, кого не знают, куда везти. Дальше у меня был период исследований. Я уезжал в Париж, посещал фестивали, белые тантры в том числе, познакомился со многими учителями. Ну, это и эквиваленция диплома в Сарбоне, это отделение Ренедикарта, факультет физкультуры и спорта. Собственно, с этого и началась уже моя деятельность как врача-йога-терапевта, потому что такой специальности на территории стран бывших, СНГ, нет. А вот сочетание как раз кинезиотерапии, йоги, оно позволяет как раз и использовать этот клинический опыт врача, но использовать не медикаментозные методы лечения. Ну и последнее мое образование, я считаю, самым интересным образованием, это философско-теологический факультет университета. То есть я был преподавателем философии, защитил диплом по философии йоги. Это очень хороший способ получить очень внятные представления о понятийном аппарате, потому что сейчас происходит какой-то такой когнитивный беспредел. И очень многие слова не имеют смысла, либо имеют очень много смысла, как понятие йога. То есть сейчас йогой называют очень многие другие вещи, которые к йоге, по сути, не имеют никакого отношения. Но вот это хочется узнать. На самом деле в каждом сейчас уважающем себя фитнес-клубе, либо каком-то тренажерном комплексе обязательно есть занятие по йоге. Йога ли это, и чем она отличается от классических знаний и умений? Ну, как я уже говорил, йога – это, в первую очередь, прямая преемственность от учителя. То есть для того, чтобы постичь эти техники, нужно жить. Я жил в Индии, рядом с просветленным учителем, в традиции надхов. Я засыпал, просыпался рядом с учителем, я наблюдал, я проводил целые дни, я смотрел, как он реагирует на какие-то ситуации, как он выполняет практики. Причем к тому моменту, когда я с ним познакомился, очень многие техники, асаны, пранаямы, я все это уже знал. Я все это уже умел. Все это было изучено. А как долго в этом нужно учиться? Ну, принято считать, что где-то 3-5 лет нужно на изучение техник, которые используют йога, для того, чтобы пропустить вот этот вот опыт через себя, через свое тело. А по поводу фитнес-клубов я могу сказать следующее. Очень часто йогу идут преподавать люди, которые имеют иногда феноменальную гибкость, это называется конторсия, это не имеет никакого отношения к йоге. Но тут самое интересное в том, что люди, которые идут преподаватели йоги, имеют уже изначальную гибкость, которую они получили непосредством йоги. Ну, это спортсмены, гимнасты. Не является секретом, каким образом происходят тренировки у гимнасток, у гимнастов, у гимнастов. Маленькая такая пыточка постоянно. Да, это пыточка. И поэтому, когда гимнасты уходят на пенсию, а не секрет, что спортивные какие-то тренировки разрушают тело, ну, хотя бы, если понаблюдать какие-то соревнования, олимпийские игры, очень трудно, наверное, найти там 30-40-летнюю гимнастку. То есть понятно, что это очень расходный способ. И фитнес-йога – это очень расходный способ. Расходный способ. Очень или не очень – это все такие критерии не совсем внятные. Это расходный путь. Йога – это прибыльный путь. То есть мы, выполняя техники, мы получаем какую-то энергию. Когда мы выполняем фитнес-формат, мы расходуем какую-то энергию. Поэтому тело стареет очень быстро, выполняя какой-то фитнес-формат, фитнес-йоги. Ну, потому что йоги даже, ну, вот те, кто действительно называются йогами, да, люди, которые практикуют множество лет, которые путешествуют и учат людей, они очень молодо выглядят на самом деле. И когда им далеко за 60, то выглядят они там лет на 40. Почему так происходит? За 60 – это еще достаточно юный возраст для йоги. То есть тот же Эйнгар, ему было далеко за 90. И он переезжал из страны в страну, перелетал, проводил семинары, занятия. Как я уже говорил, расходный способ фитнес-йога старит тело. То есть мы, используя ресурсы, получаем мгновенный результат, не заботясь о послезавтрашнем дне. Да, занимаясь фитнес-форматом, можно получить быстрый результат, мгновенный результат за счет сжигания ресурсов. В йоге мы как раз пополняем ресурс. Это самое главное отличие йоги от йоги авторских стилей. Ну, что, по сути, такое авторский стиль? Это когда берется какая-то система, но у человека есть не целостное какое-то знание с переемственностью, а какие-то фрагменты, фрагментарные части. И он начинает отсутствующие какие-то фрагменты достраивать, доделывать что-то как-то, как ему это кажется правильным. И если пройдет несколько тысяч лет или хотя бы несколько сотен лет, может быть, этот стиль и будет каким-то добавлением к традиции. Но чаще всего это эксперименты. Эксперименты довольно интересные, опасные, может быть, где-то, где-то, может быть, они дают быстрый результат. Но отдаленных результатов там получить гарантированно... Ну, то есть гарантировать какой-то отдаленный результат однозначно трудно. А традиция йоги, она именно приводит к процессам накопления ресурсов, омолаживания тела. Но это самое главное отличие. То есть по этой причине в йоге нет никаких противопоказаний, нет никаких ограничений. В первую очередь по возрасту. То есть можно начинать заниматься в 60 лет, в 65 лет. И есть перспективы именно омоложения тела, устранения каких-то блоков, препятствий. А за счет чего это происходит? Ну, это надо пробовать практически. Хорошо. А со скольки лет можно начинать заниматься йогой? У меня на семинаре был мальчик, которому 12, 11-12 лет. Ну, это зависит от того, насколько человек может принимать именно какие-то правила, форму асана. Ведь это стабильное, устойчивое положение тела. Отсутствие внешних раздражителей. То есть отключение внимания от внешних органов чувств. Если ваше внимание наполнено содержанием внешнего, ну, как это бывает в фитнес-формате, то это не йога, это путь расходности. Вот вы спрашивали, что приводит к омолаживанию. Когда ваше внимание сконцентрировано внутри, а для достижения такого эффекта есть техники, они постигаются действительно достаточно длительно. То есть это нужно практиковать именно рядом с учителем. Пока ваше внимание пребывает внутри, это процессы, которые омолаживают тело. Как только ваше внимание, даже во время практики, разворачивается наружу, то есть вы слышите, смотрите, вы общаетесь, ваши глаза открыты, то этот процесс расхода, он старит тело. Когда ваше внимание внутри, это процесс омолаживает тело. На словах все это очень просто, но для того, чтобы научиться неперебиваемому какому-то процессу работы в асане, на это действительно уходят годы, причем именно в непосредственной близости рядом с учителем, который добился этих результатов, рядом с просветленным. То есть нельзя научиться йоге, получить сертификат йога-тычера, обучившись где-то в какой-то студии. Чаще всего обучают вот таких йога-тычеров люди, которые сами также йоге не обучались. То есть это бывшие спортсмены, которые уже по состоянию здоровья или по возрасту не подходят. Да, списаны. Ну, это же действительно, это как-то немножечко странно, когда молодая красивая девушка, и она уже фактически является пенсионером для фитнес-формата. Она идет куда-то преподавать йогу, это достаточно быстро можно обучиться асану. И потом она начинает преподавать как? Так, как ее учили в садо-мазоформате. Знаю, что вы свои уроки не называете тренировками, а называете занятиями, уроками. Почему так? Тренировка у людей ассоциируется как раз с форматом нагрузки, а в йоге асана – это удобное и комфортное положение. Кстати, вот это тоже большое отличие от каких-то фитнес-йога-студий, именно от йога-студий, потому что очень часто на сайтах йога-студий я читаю такие вещи, что нужно немножечко преодолеть себя, нужно какие-то достижения, что надо немножко сделать сколько можешь, еще немножко больше. Это борьба, а в йоге борьбы нет. В йоге есть состояние полного комфорта. Мы расширяем границы зоны комфорта во время практики, мы не боремся с собой, мы не тренируем тело впрямую. То есть мы посредством физического тела воздействуем на некоторые энергетические процессы. И уже они приводят тело в гармонию. Если мы будем работать впрямую с телом, ну это как копать ям лопатой. Можно взять экскаватор, а можно поступить еще проще. Можно вот как вот энергетически или какими-то ментальными усилиями собрать бригаду экскаваторщиков, эффект будет совершенно другой. Скажите, в каком формате проходят занятия? Занятия проходят на коврике, в тишине, в комфорте. Поэтому каких-то внешних раздражителей, сильной музыки, каких-то ритмов, или как вот каких-то вот доминирующих каких-то вот, ну скажем, я лишь направляю. То есть там нет какого-то крика, команд. Я лишь направляю человека, и можно даже подойти к каждому конкретному человеку тихонечко, что-то подсказать, поправить. Вот в этом смысле очень многие десанты говорят, что мои занятия отличаются, потому что я подбираю программу индивидуально, да. То есть каждому человеку можно подобрать замены. Если вам в Асане некомфортно, это не йога, это идет уже работа именно вот на преодоление чего-то. Это фитнес-формат. Он разрушительный, он отстарит тело. Даже если вы все делаете правильно, но какой-то пункт не выполняете, то это расходный процесс. Йога – это когда соединяются все ваши усилия, все ваши тела объединяются, внимание, ум, энергетическое, физическое тело. Напоминаю всем нашим телезрителям, что тренировки, не тренировка, а именно занятия по йога-терапии проходят по адресу город Одесса, улица Успенская, 39. Предварительное расписание можно посмотреть на сайте круглов.defisyoga.com. А всю информацию также можно получить по телефону, который то и дело появляется на ваших экранах. Это 096-3333-66-51, либо 063-770-3146. Названивайтесь, узнавайте всю подробную информацию и записывайтесь на занятия. И знаю, что также вы проводите и открытые уроки. Да, у меня будет открытый урок не в эту субботу, а в следующую. В эту субботу у меня будет семинар. А по поводу йога-терапии, йога-терапия – это именно лечение конкретного человека, который приходит ко мне, и я работаю с ним один на один, то есть это уже лечение. А в зале проходит изучение техники йоги. С чего лучше начинать? Сначала прийти в зал. Прийти в зал, хорошо. Есть ли какие-то противопоказания? Если у человека есть серьёзные противопоказания, нужно подойти на консультацию, это нормально, естественно. То есть надо оговорить, надо сделать диагностику, надо посмотреть. Но на этом диагностика не заканчивается. То есть после того, как человек попадает ко мне, я делаю диагностику уже в процессе его занятий, по тому, как он дышит, по тому, как он двигается, по тому, насколько у него какие-то реакции, в том числе учащение дыхания, сердечных ритмов. По очень многим критериям можно делать диагностику. Но опять же, это клинический опыт, работая в больнице, он помогает очень сильно. Какие достижения? Достижения? Наверняка, если вы уже так долго занимаетесь йогой терапией, и если правильно ставить цели, то можно достичь определённых своих желаний. Может, преодолевали какие-то заболевания. Что происходило необычного в вашей практике? Необычно – это что-то непонятное. Если понятно, то это не кажется необычным. Но что даёт йога? Состояние комфорта. Необычайно какой-то выносливости. Причём выносливость не через борьбу, а становится комфортно там, где мне, например, раньше было некомфортно. Вот появление лифтов, кондиционеров связано с чем? С немощью человеческого тела. А здесь не просто потребность появляется, причём приятная потребность к движению. То есть йога – это статика, это статика, это выключение, это полное отключение всякого движения. То есть пока мы двигаемся, это либо вход, либо выход. Это тоже, кстати, основное отличие именно вот каких-то фитнес-форматов. Там йоги нет, потому что там нет самой фазы пребывания. Когда происходит полная остановка движения физического тела и ума. Когда внимание неперебиваемо, когда внимание неподвижно. Если вы сидите на коврике, закрыли глаза и не двигаетесь, но внутри у вас диалоги, монологи или даже восточный базар в голове, то это имитация, это ролевая игра в йогу. Она, конечно, помогает обучиться йоге, но в этом состоянии ещё человек не достигает полного уединения, полной гармонии со всеми своими ресурсами, со всеми своими телами, оболочками, как называют по-разному. Хорошо. Как научить себя отключать, как вы говорите, от этого восточного базара в голове? Существуют практики? Да, существуют практики. Вы приходите ко мне на занятия, вы изучаете эти практики. Причём всё это происходит в состоянии полного комфорта, отсутствия борьбы, не должно быть никакой боли, поэтому нет никаких противопоказаний. То есть это состояние не просто комфортного пребывания в асане, но и состояние, опять-таки, в Сутрах Патанджеле об этом очень внятно написано, поскольку йога начинается именно с текста Патанджеле до Патанджеле, ну, по крайней мере, это считается одним из самых древних текстов по традиции йоги. До этого она передавалась устно от учителя к ученику, Патанджеле обобщил, и там все инструкции есть, но понятными они становятся после их изучения, вот этих техник. Это полное расслабление, полная неподвижность и отсутствие усилия. Когда у вас, там, где вы должны напрягаться на фитнес-формате, усилие уходит, начинается как раз практика йоги. Какие достижения? Когда можно встать на руки, например, или на голову, перевернуться, сложить ноги в лотос, положить ноги на правое плечо, положить ноги на левое плечо, и при этом у вас не учащается пульс. То есть не происходит борьбы. Мышцы при этом, там, где они должны быть напряжены, они начинают расслабляться. Хорошо. Вы сказали о том, что йога передается от учителя к ученику. Да. У вас есть ученик, которому вы передаете свои знания? Когда я хотел уйти в отширничество, мой учитель сказал, что у меня дхарма, передавать техники, передавать знания. В этом смысле у меня много учеников, но йога – это все-таки переемственность достигается тогда, когда я сам ухожу из социума, нахожусь в полной гармонии, в полной чистоте, в отширничество фактически, и ученики приезжают в то место, где я преподаю. Сейчас у меня немножко другая дхарма, то есть это все-таки медицина, педагогика, вот это единение философии, педагогики и каких-то целительских техник, по сути. Давайте тогда еще раз напомним нашим телезрителям, что 13 и 14 декабря состоится двухдневный обучающий семинар по традиции йоги. 20 декабря в 15.00 на Успенской 39 состоится открытый урок по йоге в программе «Лекция, практика и вопросы-ответы», где можно будет уже задать все интересующие вас вопросы. Также 24 февраля, чем хочется расспросить отдельно, планируется йога-тур с вами на Гуа. Что такое йога-тур? Йога-тур – это как раз пребывание в комфортных условиях, то есть это будет в населенном пункте, который называется Арамболь. Это место интересно тем, что там проходит граница между джунглями, дикими местами и цивилизованной такой очень чистой деревушкой. Это пляж, это один из самых чистых пляжей в Индии, ну, по крайней мере, так говорят. Это очень хорошие, комфортные условия в кафе питания, то есть это отсутствие каких-то бытовых проблем, когда человек не выдергивается из занятия, как это происходит в городе, а пребывает в таких вот, ну, достаточно беззаботных условиях, поскольку нет больших расходов. Нет больших расходов на поддержание каких-то бытовых условий и ежедневные практики на восходе солнца, которые можно наблюдать на плата. Занятия будут проходить на открытом воздухе в очень комфортных условиях, потому что там нет каких-то вот в этом месте отвлекающих факторов, насекомых, диких зверей. И на закате солнца, который можно также наблюдать на берегу моря, есть такая возвышенность, там ровная площадка, и там будут занятия каждое утро, каждый вечер с полным погружением. Ну а пока у всех у нас есть возможность заниматься йогой на Успенской 39. Напоминаю, что с расписанием занятий можно познакомиться на сайте www.kruglovdefisyoga.com, а также всю подробную информацию можно получить по телефону 096-333-6651, либо же 063-770-3146. Сегодня в гостях утром на седьмом канале был Круглов Сергей Валерьевич. Спасибо вам большое за такое спокойное, умиротворенное состояние. Утром действительно вы заряжаете спокойством и какой-то такой релаксом утренним. Да, действительно, может то, что нам и не хватает утром, а мы сегодня всячески старались вас разбудить, наши дорогие зрители. Надеюсь, мы справились с этой миссией. Как минимум 10 человек сегодня вечером будут проводить интересное время, потому что мы проводили самые разнообразные розыгрыши утром на седьмом канале, как и каждый будний день с 7 до 9 утра. Ну что ж, друзья, всем приятного дня, всем нескучного вечера. Это было утро на седьмом канале, и, как всегда, в будние дни с 7 до 9 мы делаем все для того, чтобы скрасить ваш день. Ну а теперь пришло время сказать вам пока-пока. Дмитрий Подорога и Татьяна Шлетенко сегодня трудились для вас. Надеюсь, вы остались довольны. Мы уж точно спасибо за то, что вы сегодня были активны, бодрым, и с вами, как всегда, интересно. До скорого. Пока-пока.